Жители Нельминосо беспокоят проблемы чистой воды. Об этом на еженедельной планерке при губернаторе по видеоконференц-связи сообщила депутат поселкового совета Галина Вылка. По ее словам, в населенном пункте есть исправная водоподготовительная установка, но сегодня она не функционирует. В ходе обсуждения вопроса стало известно, что водоподготовительная установка «Чистая вода», которая содержится на балансе северожилкомсервиса, сегодня законсервирована. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, оборудование, о котором во многих населенных пунктах могут только мечтать, в Нельмином Носе оказалось невостребованной. Больше года содержали БВПУ в исправном состоянии. Бесплатную заводу не предполагалось брать, население не взяло ни века. Мы заплатили северожилкомсервису, компенсировали затраты на электроэнергию, потому что зимой БВПУ надо содержать в пульсовом режиме. Там порядка 600-700 тысяч только на обогрев ушло. После того, как больше года население не взяло ни века, мы ее просто законсервировали. По словам исполняющего обязанности главы Малоземельского селесовета Николая Марьюева, водоподготовительная установка вырастаивала без дела в силу ряда причин. Население предпочло воду из реки, воде из скважины, потому что последняя была плохого качества, с запахом хлора и после нагревания образовывала накипь. Это техническая вода. По цвету она белая, приносят домой. Утром принесут, а вечером она уже темнеет. В 11-м, 12-м, 13-м, когда она у нас была, мы направляли в Роспотребнадзор. Вода не соответствовала. Затем северожилкомсервису передали, они направили в Архангельск, и у них почему-то вода стала соответствовать сразу всем параметрам. Хотя округ не пропускал эту воду. Да, они начали воду выдавать населению, но население не брало, а брали только детский сад, школа. Но там дети отказывались воду такую пить. Ну, с привкусом идет вода. Там есть задумки, что надо переносить эту установку в другое место. Но там опять проблема в том, что надо линию электропередач прокладывать и тротуары ставить для населения. Она в отдалении находится от поселения, от поселка. Но там вода чистая. Пока вопрос с установкой чистая вода остается открытым. Расконсервировать скважину, из которой население не будет брать воду, слишком накладно для предприятия. Ее содержание стоит 50 тысяч в месяц. Глава региона поручил Заполярному району разобраться в этой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!